Добрый день дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала Генерал СВР. Генерал-лейтенант службы внешней разведки. Тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас торник, 19 апреля, выпуск экстренный. Обсуждаем мы тему война и все события, которые связаны с войной в той или иной мере, мы сегодня обсуждаем. Прежде всего давайте коснемся событий на фронте. Там опять-таки позиционные бои пытаются продвинуться в стороны. Теперь уже, правда, несколько более интенсивно. И российская и украинская стороны пытаются продвинуться в том или ином направлении с переменным успехом. Где-то украинская сторона продвигается более эффективно, освобождая территории. Небольшие. Где-то российские войска продвигаются вперед, так же захватывая, вернее, так чтобы глобально захватить не получается, но занимая какие-то участки территорий, пространство, как это лучше сказать, даже не могу толком подобрать правильных слов. Я имею в виду, что громадных территорий не захвачено. Более того, даже, если я не ошибаюсь, за последние несколько дней, если были захваты каких-то населенных пунктов, то со стороны российских войск, то это совсем незначительные продвижения. По жертвам продолжают гибнуть люди, продолжают гибнуть, прежде всего, хочу акцентировать внимание на то, что продолжают гибнуть мирные жители, продолжают гибнуть дети, что хуже всего, конечно. Дети, старики, женщины продолжают российские войска наносить ракетно-бомбовые удары по мирным городам, где военных объектов практически нет уже. Те военные объекты, которые были, они были, по ним удары наносились в начале этой войны. Сейчас можно найти в свободном доступе в интернете практически вообще без проблем места, куда наносятся удары. Это, в основном, мирные объекты, торговые центры, где-то, если я не ошибаюсь, во Львове в шиномонтаж прилетела ракета. Стоит использовать дорогостоящие ракеты для того, чтобы громить шиномонтажи во Львове. На мой взгляд, глупость полная. Помимо всего прочего, если и целями иногда, видимо, все-таки ставятся какие-то объекты местной власти, там, где, по крайней мере, есть администрация, то и там огонь ведется вообще нечетко. И поражают объекты мирные, поражают жилые дома, при этом не попадая в административные здания. Еще раз подчеркну, продолжает гибнуть мирное население в Украине. Ситуация, конечно, кошмарная. Помимо этого, продолжают, конечно, гибнуть и украинские военные, продолжают гибнуть и российские военные. У нас в телеграм-канале генералы свои резервные, в нашем втором телеграм-канале мы публикуем. Раньше публиковали каждый день количество жертв в российской армии и в ЧВК раз в неделю. Если раньше мы публиковали каждый день, то сейчас мы публикуем примерно раз в неделю, может, немножко реже, потому что немножко людям, читателям, эта информация в той или иной степени. В той или иной степени неприятные, мозолят глаза, с одной стороны. С другой стороны, потери, конечно, есть и ощутимее, когда мы видим их раз в неделю, когда есть сводка президенту Путину о гибели военных, в том числе, бойцов, в том числе и в частных военных компаниях. Еще раз подчеркиваю, те сводки, которые мы даем, это отчеты, которые поступают президенту России Владимиру Путину. И цифры, которые есть в этих отчетах, это цифры, которые известны президенту России Владимиру Путину. Так, теперь давайте еще немножко по военной сфере пробежимся. Близкий партнер России, как считает российское руководство, Индия, ВВС Индии решили отменить планы по закупке российских вертолетов Ми-17, чтобы поддержать правительственную инициативу с делами в Индии. Ну, глупость, конечно, полная. Могли бы придумать что-нибудь получше, я имею в виду в качестве отмазки. Какие там дела в Индии, просто санкции, которые наложили на Россию. Западные страны стараются не рисковать, как минимум, и Китай, и Индия. Китай в ближайшее время свернет несколько программ, которые только-только успели развернуть в обход санкций, которые наложил Запад помощи России. И сейчас уже есть договоренность, мы об этом говорили у нас в итогах недели с Сергеем Жирновым. Есть уже общая договоренность между США и Китаем о том, что эти программы в ближайшее время будут свернуты, как только вступят в силу так называемые вторичные санкции, которые фактически к этому и обяжут. И Китай, и Индию в той или иной степени. Индия в последние полтора месяца, в принципе, шла навстречу российскому руководству, скупая нефть российскую по бросовым ценам, если, конечно, это можно назвать, идти навстречу. Просто мало кто сейчас в мире отваживается покупать российскую нефть. Цена на нефть марки «Эрлс», которая добывается в России сейчас, во-первых, цена довольно низкая, во-вторых, продать ее невозможно без скидки, а скидка достигает в среднем где-то 35%. Помимо того, что существуют еще и скидки, есть еще и скрытые механизмы по поощрению покупателей. Так, например, эти механизмы действуют в расчетах с Китаем, эти механизмы действуют в расчетах с Индией. Фактически Россия дарит свою нефть Китаю и Индии. Никаких прибыли от этого российских компаний, российский бюджет не получает. Забудьте, нет там ни копейки, еще раз подчеркиваю, прибыли. В лучшем случае входит нефть по себестоимости, в лучшем случае, а в худшем случае с убытком. Консервируют скважины российские производители нефти, добытчики. И ситуация будет только усугубляться. Эльвира Набиулина выступила, сказав, что на сегодняшний день инфляция, которая в пересчете на как-то неправильные экономисты выражаются в годовом исчислении, составляет 17,5%, и ситуация будет только улучшаться. Мы уже говорили о том, что Набиулина, когда подавала в отставку, делала прогноз по инфляции по итогам года 69-72%. Будут ли эти показатели или, возможно, будет какая-то коррекция, мы увидим уже довольно скоро. Путин, обращаясь к правительству Российской Федерации, предложил поощрять внутренний спрос. Ну, что поощрять внутренний, когда извне ничего не поставляется. Будут покупать, конечно, российские потребители в основном российские товары, плюс товары из ближнего, так называемого, зарубежья. Прежде всего, конечно, это товары Республики Беларусь. Не даже один диктатор умереть с голоду другому диктатору. Сказать, что от этого сильно расцветет белорусская экономика, конечно, нельзя, но, конечно, Лукашенко Путин поддерживать будет и дальше. Теперь давайте перейдем к той теме, которую мы обсудили в понедельник с утра у нас в телеграм-канале «Генерал СВР». Это доклад Путину, субботний доклад, в котором часть генералов генштаба представили свое видение ситуации на фронте. Это обращение к президенту было доставлено в обход начальника генштаба Валерия Герасимова. И там довольно-таки пессимистические настроения у этих генералов. Они считают, что дальнейшее проведение спецоперации может серьезно ударить по обороноспособности страны. Потеряно огромное количество вооружений. Из тех вооружений, которые есть на бумаге, реально ввести в строй практически не получается. Ничего. В основном войска, в основном войска, извините, не войска, а вооружения в основном существуют на бумаге. Все военные мощности, все вооружения, которые можно было задействовать, Россия уже задействовала. В основном войска, военное руководство в лице министра обороны и начальника генерального штаба Валерия Герасимова ведут себя, скажем так, если Герасимов ведет себя довольно воинственно и клянется божица, что минимальные поставлены цели и задачи, которые ставит российское руководство в лице президента России Владимира Путина, будут выполнены. Имеется в виду захват Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах. Это так называемое восстановление территориальной целостности ЛДНР, как того желает Путин. Так вот, если Герасимов пообещал, то ряд офицеров, ряд генералов Генштаба говорит о том, что если эта задача и выполнима, в чем они сомневаются, то будет она достигнута с числом огромного количества жертв. В то же время они указывают, что эта задача может так и не... желания президента могут так и не существовать, и эта задача не будет выполнена. При этом российские войска понесут огромные, еще раз подчеркиваю, огромные потери. Это говорят генералы из Генштаба. Является ли это началом внутренних противоречий, вполне возможно. Приведет ли это к какому-то внутреннему конфликту, я, например, на сегодняшний день сомневаюсь. Обращение к президенту, ну, это такое, честно говоря. Обращаться, конечно, можно к кому угодно, в том числе и к Путину, но надо понимать, что Путин является инициатором этой войны. Путин является и инициатором, и идеологом, и идеенным вдохновителем, и кем угодно в этой войне. Я, конечно, становлю ответственность на нем. Поэтому сворачивать боевые действия он пока что не собирается. И здесь, конечно, ряд причин и механизмов задействовано. В том числе он уже так просто и не может свернуть эту компанию. Мы это уже обсуждали, когда говорили о том, что партия мира превратилась в партию войны и теперь давит на Путина. А та партия, которая раньше считалась партией войны, в том числе и часть Генштаба. И аналитики, которые делают доклады для Совета безопасности. Мы тоже об этом говорили у нас в телеграм-канале. Они тоже дали пессимистический прогноз по развитию ситуации на фронте, в том числе по захвату территории Донбасса. Так вот, партия войны постепенно начинает, что называется, давать заднюю, начинает сдавать назад, начинает более прагматично подходить к моментам обсуждения планов, скажем так, и своего видения возможностей решить какие-то проблемы в голове у Владимира Путина военным путем, путем войны с Украиной. Понимают прекрасно и аналитики, что страны Запада начали поставки вооружений. И если ситуация будет развиваться таким образом, если вооружения западные страны будут поставлять, и будут поставлять все более активно, и в смысле количества, и в смысле качества этих вооружений, то выиграть эту войну, в том числе выполнив какие-то, пусть даже минимальные боевые задачи, будет невозможно. Более того, есть большой риск потерпеть серьезное военное поражение в Украине и лишиться остатка тех вооружений, которые еще существуют. Это довольно серьезный удар. Я уже говорил о том, что на сегодняшний день практически все вооружения, которыми располагает российская армия, стянут либо границы с Украиной, либо находятся на территории Украины. Воевать больше России нечем. При желании, если кто-то вдруг найдется из соседей России и решит захватить часть территории, сопротивляться практически нечем. Я думаю, единственное, что осталось вероятно, это рогатки. Рогатки и палки, которыми собирается российское военное руководство противостоять тем же самым талибам. Это довольно серьезная угроза. Мы это с вами уже обсуждали. И еще, несомненно, обсуждать будем, потому что постепенно погода на перевалах, на границе Таджикистана и Афганистана стабилизируется. Скоро грязь высохнет. И талибы могут. Вот еще раз подчеркиваю, я не утверждаю. Мы пересказываем лишь анализ, который дают президенту Путину по ситуации в том регионе. Я извиняюсь. Талибы могут начать наступление. Наступление талибов в Таджикистане – это конец ОДКБ, потому что дать должный отпор даже талибам Россия не сможет. И конец ОДКБ – это фактически конец всех геополитических амбиций, которые когда-либо питал президент Владимир Путин. И огромный удар, просто огромный, сокрушительный удар по имиджу и по амбициям России в целом. Так, в принципе, большую часть из того, что собирались обсудить, обсудили. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся. Уже в эту пятницу будет еще один выпуск. Будет также выпуск с традиционными итоги недели. С бывшим разведчиком и легалом КГБ СССР Сергеем Жирновым. Я думаю, вам наши выпуски нравятся. Судя по просмотрам, довольно хорошо заходят. И я прошу всех, кто нас смотрит и поддерживает, поставить лайк к этому видео. Если есть возможность поддержать нас, есть в описании к этому видео подписка на наш Патреон. Есть подписка на спонсирование нашего канала, если вы смотрите на нашем YouTube-канале Генерал СВР. Есть криптовалютные кошельки в описании к этому видео. Помогайте, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok